Бля, короче говоря, немного сорвали мне, делаю второй заход, ломили, короче говоря, ладно, тем лучше. Давайте заранее скажу насчет ролика, обещанный ролик, и скажу заранее, что бомжик бухнул, это будет очевидно, он сам потом признается, так что смотрим, слушаем. Я понял, сэм. Думаю, слышно будет нормально, главное бомжик, что он говорит? Прислушивайтесь, если что. Так. Нет, слушай, не умная удочка, блядь. У меня на максимум почти. Не нужна моя личная. Громче выкручивать, я не могу. Опять удочка, блядь. Блядь, да я хочу ски выехать, мне нахуй, и умная нужна. То есть опять нам удочку надо брать, да? Нет, у меня их, ты кишал. Шестьсот пятьдесят. Так, а удочка сколько стоит? Тысяча трюсдесят. Ещё надо шестьсот, семьсот пятьдесят. Каждую копейку считает. Прикиньте, да? И вот только что сказал это. У меня мысль, и это не только у меня, что подумайте. Если тебе это в тягость, если тебе тяжело, эти копейки сто, двести рублей ты считаешь, собираешь. Так откажись, скажи, не могу я тебе помогать, снимать не буду и всё остальное. Скажи, бомжик, живи сам. Зачем же ты вот так мучаешься, блядь, с этими удочками и со всем? Нахерь ты строишь из себя какого-то мученика? Если тяжело, скажи, не могу. Чё ты как не знаешь что? Давайте, кстати, я в этом ролике буду сдержаннее себя вести, потому что, чтобы ограничения возрастные не наложили, так уже было. Поэтому попробую культурный ролик записать. Примите к сведению. Буду культурно себя вести. Стараться. Слушаем дальше. Сёт. Ну да, да, да. Я понял, Сашок. Ну что я тебе хочу сказать, братец? Делает вид, слышали? Что так тяжело. Такая тяжёлая задача, блядь. А в чём? Найдё. Титанические усилия, блядь. Удочка стоит миллион. Так, чё говорили? Они смотрят твой канал. Так. Они меня хвалят быстрее, чем тебя. Они говорят, что я ещё подписки. Офигеньки. Что? Тебя, я им говорю, мы дебилы. А мы видели на ютубе. А кто это такой подходил? Что? Беларусь. Что за беларусь? Ну, блядь, я им говорю, блядь, подписчик по всему миру. Блядь. Поняли, да. Ну, уже по этому разговору можно понять, что бомжик подбухнул нормально. Он вообразил, что он суперзвезда. Подписчики по всему миру. Беларусы приехали, это подписчики со всего мира. Ладно, слушаем дальше. Я тебя говорю, что ли? Не, Сань, я не забыл. Блядь, спасибо, Мил. Мой контент приезжает. Меня суперзвезда. Так, я понял. Даже мошенник пытается как-то поугарать над ним, но всё-таки в эфире он... Он бомжик это хорошо знает. Поэтому он знает, как с ним говорить. И он прекрасно понял, что бомжик подбухнул. Поэтому нужно контент делать. Поэтому, видите, он записывает. Специально тянет, блядь. Он будет растягивать хронометраж, чтобы ролик такой длинный, массивный получился якобы. Там ещё концовка, когда эти двое пришли. Ну, а эти двое... Двое этих сексуальных рабов, или кто они ему, которые там в рабстве находятся у него. Они меня не интересуют. Главное, бомжик. Слушаем ещё. Продолжаем. Как будто они забирают. Саш, подожди. Не, по сути дела, подписчики, я примерно понимаю, к этому ситуация была. По сути дела, Мудя-то правильно делает, что себе забирает. Это, по сути-то, его канал. Конечно, он себе забирает. Он делает контент на бомжике и забирает деньги себе. Всё логично. Это, видите, я за подписчиков этих говорю, потому что за себя они сказать ничего не могут. Что ж он тебе 750 рублей не дал на удочку, этот гандон, который про меня там говорил? Ну, он не пил, а что мы купили? У меня это упачка, и, да, я... Блядь, что ж он называет. И всё, и всё. А что ж они такие нищие, блядь, то ли? Ну, во-первых, скажем так, подписчик потратил свои деньги. Ты свои деньги никогда не тратил ни на кого. Вот это главное, пожалуй, что. Можно ещё разглагольствовать. Ну, бля, ладно, продолжим, если что. Хожу в догонку потом. Ты подписчик. А удочку опять маэстро покупай, да? Да. А кто должен покупать, блядь? Я, что ли? Ты на нём делаешь свой канал, можно сказать. Это главный твой человек, который ещё хоть как-то поддерживает интерес. Так-то без него, без этого бомжика. Кем бы ты был? Вот кем? Кто ты? У тебя алкашня на канале, безмозглая, пропитая. Вот тут один не пишет. Просто клоун какой-то, которого можно на смех поднять. Какие-то представители шестой палаты. И ты такой же, понятное дело. Ты делаешь контент, ты обязан как-то что-то ему давать, платить. Я уж не говорю, что ты говном ему платишь, хотя должен деньгами платить. Ещё недоволен. Создаёт, делает вид, будто он какой-то добродетель. Невероятный просто. Чуть ли не с небес ангел спустился, вот этот беззубый. Да, блогер, а у тебя блогер, тёньки. А я что-то не о тебе хуёво думаю. О! Это мой блогер! Видите, даже Саша бомжик, посредством подписчиков, даже до него доходит что-то, какая-то информация. Он уже соображать начинает. Ну, хотя он вряд ли что-то поймёт, пока окончательно, скажем так. Был бы у него другой канал, а так деваться ему некогда. Но он пока с этим вот сказочником связан, поэтому пока бежать некуда. Поэтому бомжик пытается как-то его оправдывать. Ну, это до поры до времени всё. Ладно, продолжаем. Слышали? Бомжур ТВ его канал. Ну, скорее всего, может быть, я думаю, что подписчики тоже подвыпившие пришли и на веселе начали рассказывать бомжику. И то, что ему донесли, он просто передал этому. Обратим внимание. Бомжик рассуждает, как обычный человек. Якобы он думает... Ну, по-человечески, да. Вот это вот ему помогает. Бомжик так думает. На деле, как оно является, оно на самом деле просто состоит так, что этот друг делает на нём контент. И делает деньги. И делает всё, что ему нужно. Но это никакое не помогает. Бомжик с обычной, с обывательской точки зрения смотрит на это. Что беззубый ему помогает. Конечно, он ошибается. Ну, что поделаешь. Ладно, проехали. А то он тебе и не даст. Когда ты собираешься на Волк? Денег он тебе, Сашок Архангельский, не даст при всём желании. Сговоримся. Я ему телефон привезу. Сто двести рублей не в счёт. Старенький, старенький. Ну, что, блин, мы с ним на свете. Мол, сука, проплевать вот. Уже не пропей. Он даже пятьдесят рублей не ставит. Ну, он звонит. Созвонить всё можно, а хоть куда. Ты его только звонить. Очень нихуя. Да, видите, извините, но это... Ты беззубый так записывал. Это не я записывал. Это вот, видите. Поэтому такая запись. Так что... Сори. Если что... Извиняйте. Что там на Савёловске? Да, а... Это всё по-старому. Всё по-старому. Это обычный. Мы родим, если я помогу, если я заработал. Скорее всего, бомжик-то и не трётся на Савёловском. Он на своих местах где-то. На хуй ему нужен тот Савёловский. Ладно, мотать не буду, а то собьётся ещё. Подписчики, обычные какие-то работяги пришли, которые подписаны на все эти каналы. Поэтому пришли к бомжику. А чё, блядь? А вы зачем, блядь, не можете? Ну да. А мне пиво, мою сигарету покупают. Ты их нахуй послешь, слышишь? Да, нахуй. Да послушай, ты нахуй послешься. Пошёл ты нахуй со своим пивом. Слышали, как говорит мошенник? Купи ему уночку. А с чего вдруг они обязаны? Они же не приходят, снимают и выкладывают у себя на канале бомжика. Они просто пришли, как люди со стороны. По доброте душевной. Расщедрились, может, навеселе бухнули. Пришли, купили ему. Сами пиво пили и купили ему. И сигареты, и всё. Он сам признаёт бомжик, что ему купили. Может, пожрать, что-то ещё взяли. Ну а при чём тут удочка? Удочку уже ты должен покупать. Бомжик тебе звонит. Это твоя обязанность. Если будет, проебёшь эту удочку, поломает где-то, потеряет. Купишь ещё и ещё. Если уже ты взялся, ты обязан его обеспечивать. Это твоё занятие. Извини, если нет, то бросай тогда свою вот эту хуйню. Добродел. Такое впечатление, такой вид создаёт, что прямо не может он. Это всегда так было. Его просят о помощи. У него рожа кислая. Прям не может он. Что прям какие-то тяжёлые ему дают, говорят, вещи невыполнимые. Да ты можешь принести такую же обоссанную удочку, разбитую, где-то найти на помойке. Ты это обязан сделать. Так что я. Делай. Будь любезен. Бомжику не с кем поговорить. Видите, он нашёл этого. Единственное, скажем так. Свободные уши. Бомжик решил высказаться. Но этот показывает свой быт якобы. Ходит, блядь, что-то по-дому. Холодильник там что-то будет ковыряться. Ковыряется туда-сюда, шныряет. Ну а как ты хотел? Мы в ответе за тех, кого приручили. Ну вот видите, блядь. Холодильники какие-то. Зачем это? Ну это показуха. Это понятно, что он делает. Скажем так, контент для своих бабулек и долбоёбов, которые смотрят на него. Жаль бомжика, ему не с кем поделиться. Общения нет. Приходится звонить вот этому вот. Его подписчики золотые люди. Поняли? Вот эти вот бабки в основном пропитые, престарелые. И алкоголики деревенские, придурки какие-то. Это его золотые люди. Мужик явно что-то не то говорит. Ну ладно. Хотя, по сути дела, это может его подписчики, но он их обосрал. Но это ему свойственно. Он так часто делает. Видите, какой акцент делает? Беззубый делает какой акцент. Это называется подхалим. Лезет в жопу без мыла. Ну, короче, подлиза. Как угодно можно. Вот там всякие есть синонимы. Можно подобрать, что. Пытается как-то угодить своим этим бабулькам полусумасшедшим. Я думаю, вам не нужно говорить, что у него там за подписчики. А те, кто пришёл, тебе бутылку пива дешёвого купил. Это гандон, а не подписчик. Вот, видишь? Вот так он ценит своих подписчиков. Скорее всего, я думаю, что это реально его подписчики приходили к этому бомжику. Потому что бомжур давно не снимает. Радио Башка тоже. Мало кто снимает. Это он обосрал собственных подписчиков. Вот этот вот придурок. Я же говорю, это ему характерно. Он так часто делает. Так что, тупая сектантская скотобаза. Ждите в очереди. У каждого наступит момент, когда он обосрёт лично вас, персонально. Да, и за бутылку пива, за бутылку пива наговаривал про меня, гады. Они купили за свои. А ты, пидор, покупаешь за вот этих вот своих подписчиков, которые кидают тебе проспиртованные бабки и придурки всякие старые. Я же всё говорю, Сань. Я же всё говорю. Почувствую разницу, мудя. Почувствую, когда-нибудь поймёшь, я думаю, разницу между тем, что ты купил за свои деньги. Вот это огромная разница, если ты купил за свои. И ты купил за чужие, можно сказать. Ты пришёл, сделал контент. И ты не потратился, ни копейки не ушло у тебя. Они потратили свои из кармана. Ты, баран, рано или поздно поймёшь, когда твой канал полностью обанкротится. Вернёшься к истокам своей полуподплатформенной жизни на остановках, на этих вот подъездах, где ты там обитал. Тогда вспомнишь мои слова и пересмотришь, может быть, пару видосов от нас. Задумаешься. Ты про этих гандонов вообще, блядь, и даже не вспоминаешь. Задумаешься, петушок, когда будет поздно. Блядь, Сань, ты меня будешь слушать или нет? Видите, Мудя даже уже злится. Я тебе слышу, что говорю. Может, ты приедешь ко мне на денёк в гости? Поняли? Слышали? Посмотрим. Вот, это то, о чём я говорил Муде. А он услышал наверняка. Услышал или шестёрка какая-то передала ему. Сказала, что вот, зови бомжика. Потому что мы на своих стримах говорили не раз. Точнее, я сказал как-то пару дней назад. Неблагодарный пидор бомжика даже ни разу к себе не позвал. Пару дней прошло, и вот на тебе. Мудя зовёт его в гости. Добродетель. Вот, а какое оно, а. Прислушивается к нам. Прислушивается, ублюдок. Он знает, что вот этот вот приезд бомжика ему ничего не будет стоить. А контент всё-таки какой-никакой будет. Вот, я на выходных подготовлюсь, куплю мясо, сашлык пожарим. Да, купит. У меня знает, что живёт. За свои деньги. Да, Димка Беззубик. Вот. Да, и Саня Бульбаш, старый который. Я скажу вам. Поняли? Мясо и всё остальное он купит. Ну, у него два раба работают. Они там на работе заколачивают какие-то копейки, которые скидывают ему на карту. Ну, за их счёт будет гулянка, скажем так. Ну, понятное дело, что Мудя сам по себе никогда твои деньги не тратил. Это всем известно. Бомжик наивный, радуется как ребёнок. У него-то кребит экран, видите, это не у меня. Блогер, блядь, не может нормальный телефон купить. Смотрите, какой ШИМ. Вот эти полосы на экране, это называется ШИМ. Мерцание экрана. Даже, блядь, не бомж-блогер. Скорее, я могу быть бомж-блогером. Официальный статус. А этот, пидор, даже, блядь, не тянет на такой статус, блядь, сука. Уже бомж, сука. Втёрся в доверие в эту обстановку. Пустили её, люди. Доверились вот этой крысе. Видите, бомжик там о своих бедах, несчастьях, тягостях говорит, а этот о своём пытается как-то втолковать. До тебя не дозвониться. Потому что ты для контента. Сейчас решил сам позвонить ему, видимо. Так-то до тебя не дозвонишься. Почему? Ну, занят я был, Танёк, очень много дел было. А ты как, ребята, помните, вы говорили не раз в стримах? Мудя говорит, звоните мне, хейтеры. А будешь звонить, то там хер. Скорее всего, блог или, блядь, бесшумный режим. Хер, попадёшь к этому ублёдку. На деле одно, а по факту другое. Так как всё у него в жизни. Блядь, хамелеон, что с него взять? Ладно. Оборотень, сука. Они на работу ездят, Танёк. Они на работе. Конечно, на работе. Надо же тебе зарабатывать на мясо. Ты же не просто так их пустил. Живут у меня, да. В твоей квартире ещё, скажи. Такая лживая мразь, с ума сойти просто. Гнилой насквозь. Бомжик доверяет, видно. Не знает, что к чему. Придёт время, надо будет им раскрыть глаза, показать, что и кто вот это вот. Кто оно есть. Все, давай я готовлюсь. Я в субботу приеду за тобой, заберу тебя. Все, давай, я дожду. Да, дожду. Часочка пожарим. Погабляем. Влюбок нормальный, блядь. Ва, 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 ва. Нормальный. Рита Борька. Рита Борька. Видимо, я скопаю, я положу. Да, дожду я накопаю. Так, ну ты понял? Дожду я накопаю. Сань, Сань. Да, ва, ва. Ты понял, что отвечать этим подписчикам, которые приезжают плохие? Да, да, да. Молодец, блядь. Понимаешь, пиво, сигареты мне покупают. Видите? Фуфил Липецкий областной деревенский дурачок. Видите, что хочет как бы напеть ему в уши? Что не принимай якобы. А бомжик говорит, ну так они мне покупают пиво и сигареты и все остальное. Так кто выгоден, дурачок? Ты сам подумай, кто выгоден? Подписчики, которые приезжают туда и бомжика находят, там где он у рынка или у вокзала иногда проходят, там его все знают. Два-три подписчиков в день приходят, я думаю, по-любому. Если бомжик будет стоять ждать, так там вообще будут постоянно его встречать. Или ты, который, блядь, два-три раза в месяц ему какую-то поломанную удочку дает. Вот как думаешь, что выгоднее? Каждый день что-то где-то подпитываться? Или от тебя, козла, никакого толку? Ты просто на нем делаешь контент. Подумай, и твои дебилы, может, подумают, если у них есть еще какая-то башка, там что-то варят у них котелок. Пусть подумают, что выгоднее, ты или подписчики, которых много. Пусти нихуя. А деньгами нихуя не хочешь продать. Вот, в следующий раз мы так и скажем, блядь. Пошли нахуй со своим пивом, денег давайте. Не скажут ему этого. А ты что-то думаешь о тебе, сэр? Ну, канал твой смотрит. По-любому. Блядь, по-любому. Делание в этом, дело в том, что... Делаем скидку еще на то, что бомжик пьяный, понимаете? Трезвый, у него были бы другие мысли тоже. Надо понимать об этом. Подумать хорошенько. Чего это, это господь бог? Господь бог это. Ну, реально, у бомжика перехлёст. Слышите, у него подписчики со всего мира, а это господь бог. Этот безумный. А, вот смотрите. Безумный господь бог. Смотрите, вы комментарии, видите, что написано. Все почистил, скорее всего, какие-то комментарии неудобные. Только хорошее у него. Бабушки пишут. Ну, вот и мы нахуй пошли. О тебе хуёво думают, понятное дело. Не он один такой, кто об этом плохо думает. Беларусь. Беларусь, как зовут Дима? Дима. Слышишь, Сань, а что ты ему не сказал? А нахуя ты вообще, блядь, это такое говоришь? Блядь, смотри твой канал. Видите, смотрят подписчики. Это реально, мне кажется, это реально его подписчики, которые смотрят, видите? У него там такие тоже есть, которые смотрят, понимают, что это фуфел. Но всё-таки как-то пытаются, скажем так, держать нейтралитет или думать. Так что я думаю, реально они подписаны на этого придурка. Ну что поделаешь? Пока он там относительно один, кто бомжика снимает. Я думаю, что это в перспективе скоро закончится. Всё у него там прекратится. Посмотрим. Хотя лично мне всё равно, что там бомжика снимают. Но вы слышали сами. Бомжик сказал, что даже бомжик, пьяный бомжик признался, что это не его канал. Маэстро, ТВ Маэстро, Хуестро. Это не его. Его канал Бомжур ТВ. Или как там, блядь, было? Так что, видите, пьяный бомжик, а немножко соображает, что вот этот вот, это не его канал. Короче, Соли, сегодня среда. Вот, четверг, пятница. Два дня пройдёт. Этот уже план устроит. Вечером я за тобой приеду и поедем ко мне в гости. Ну, я буду на работе. Ты мне до этого сходишь? Да. Найдём здесь удочку, сходим на рыбалку, пожарим мясо. Ага. Пожарим. И рыбалка будет, блядь. Я представляю, как там рыбалка будет. Удачи. Смотрим, посмеёмся, если что. Будет повод, посмеёмся, включимся. А там, блядь, блядь, флешка. Флешку я тебе записал, Сашок. Я записал тебе. Да, 55 песен, Сань. Вот она у меня, прямо в руках, флешка. Хочешь, хочешь... 55 песен, блядь. И так показывает на камеру, флешку, которая стоит рублей 100, грубо говоря. 55 песен. И прям, ну, это такое событие вселенского масштаба. Он записал 55 песен, представляете? Хоть бы как-то поскромнее был. Тыкает всё в экран, смотрите, и кричит. Ну, блядь, видно, что человек, это, блядь, искусственная наигранность. Ладно, смотрим дальше. А, блядь, батарейка. Сейчас будет тыкать, вроде, колонку, что-то там, хуй работать будет. Да, хорошо. Сейчас я тебе, сейчас я тебе вставлю песни, какие я записал. Ну, давай, давай, я послушаю. Сейчас, если включится... Фальшивая, наигранная забота о людях. Пьяному бомжику всё равно. Ему лишь бы с кем-то поговорить, видно. А, блядь. Бедолагу, жалко, ну что поделаешь. Пусть хоть с мошенником поговорить немного. Не будет. Вот. А там пудырка. Всё есть. А, путь. Честь. Да, Цоя записал, вот, Новикова. Да, 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 да. Ходит и снимает, показывает свою обстановку, блядь. Твоя флешка, пятьдесят пять песен я тебе записал. Твои бабушки и так знают, как ты живёшь. Что ты там, блядь, встретишься, вот эту вот конуру? Так, не забывай, что в субботу ко мне в гости едешь. По идее, да, бомжик пьяный может и забыть. Я понял. Хотя, скорее всего, этот придурок и так к нему приедет. Напомнит, позвонит не раз. Один. Ну что, ты рад, что ко мне поедешь? Да. Аличка, Аличка, там у тебя рядом. Аличка, речка, десять минут пешком тонёт. Не хуйся, Аличка. Чувствуете, что как-то сквозит с обеих сторон наигранность? И бомжику, ну и у него понятно, он немного обухнул. Но у этого явно, он трезвый, у него чувствуется наигранность. Что это не настоящая, скажем так, забота. Неискренность. Чувствуете по интонациям. Бомжик-то может наивный, как ребёнок, ладно, его можно понять. А этот играет свою роль. Я думаю, умные это видят, слышат в голосе, как у него всё это наигранно. Повторяет некоторые вещи неоднократно, одно и то же. Приедешь, приедешь, блядь. Рассказывает ему. Гипнотизирует бомжика. Ну бомжик-то приедет, может, если не забудет. Ему-то всё равно, какая разница. Тем более, ты сам к нему пойдёшь, куда позовёшь. Три года, помните, блядь? Три или два года точно. Не звал никуда, ничего не делал. Никаких абсолютно движений в сторону того, чтобы бомжику помочь как-то на квартиру, его где-то устроить, что-то, чтобы было. По сути, он в этой конуре живёт почти год. За это время ни разу бомжика не позвал. Позвал только вот, когда услышал наш стрим. Что, неблагодарный? Позови хоть бомжика. Ну, хоть прислушался. Молодец, небольшой плюс поставим этому. Хуесосу. Поймаем какой-либо. Нет, хуесоса. А, хуесоса. Ты когда в субботу приедешь, так? Да. Давай, а, да. Думаю, да. Я хочу, колонку свою заберу. Ага. Я тоже знаю. Кого? Музику включил на все, зачем-то? Который тебе не подарил. А она цела у тебя, да? Да, хуя, убрала, отчего, блядь. Ну, да, слушай, да, я не знаю, что флажки нет. Слышали? Музику подарил. Она его ляйца. Поняли? Это та колонка, я так понял, которую он подарил этот придурок в прошлом году, в конце года. Когда ему сказал, написал, он мой комментарий стер. Зачем ты, придурок, тащишь колонку ему в Новый год? Зачем она бомжику под платформой? Что он будет с ней делать? И вот бомжик говорит сейчас, что она ему вообще нахуй не нужна была, не пригодилась ни для чего. И этот дебил теперь сидит ржет. Представляете, да? Какой новогодний подарок. Я же тогда говорил, что она не нужна будет ему. У меня даже скриншот где-то валяется в телеграм-чате у нас, если что, покажу. Этот придурок удалил мой коммент мгновенно, можно сказать. Он уже тогда знал, блядь. В конце декабря он уже знал меня и знал, что у него будут небольшие проблемы. Но сейчас это уже такие, довольно крупные проблемы. И дальше они будут нарастать. Слушаем дальше. Мертвым грузом, блядь. Вот так оно все. Если кто не в курсе, видите, даже бомжик пьяный его сдает этого придурка. Он даже не понимает, что его сдают. Все полностью, все его подарки, так называемые. Оцените. Пример удочка, это свежий пример. Старый пример, вот эта колонка, которую мы только что слышали. Тоже мертвым грузом, бомжик говорит. Оно все у него мертвым грузом висит, оно не нужно вообще. Где что-то нужно купить, жрать и выпить, и всякое остальное, он несет удочку. Когда реально какую-то удочку нужно будет хорошую взять купить. Он наоборот принесет, не знаю, там пирожок с капустой ему и этот вот, блядь, три топорика ему подарят. У него всегда не в тему, потому что подарки не его, это заготовки. Если бы он реально там заказ поступил, бомжик бы сказал, купи мне жрать. Этот не купит, потому что ему нужно заготавливать подарки какие-то, блядь, найти какую-то помойную удочку или колонку, блядь, полурабочую. Вот что у него, ему нужно что-то впарить, то что, блядь, самому не нужно, он впаривает бомжику. А лохи сидят, слушают, смеются, радуются. Какой ты добродетель, да, добродетель охуенный. Вот такие примеры у него. Все, что дает, оно пользы не приносит. И это не с бомжиком связано, это со всем у них. Что бы он кому ни делал, никакой пользы. Если есть какие-то примеры, назовите, пишите комменты, может я не прав в чем-то. Пишите комментарии. Может беззубый мошенник реально какой-то, полусвятой, как бомжик пьяный говорит. Я вас послушаю, почитаю. Я беру с собой. Да. Да. Все, теперь домой я беру. Понял, так, что, мясо, вино, что еще покупать? Да, праздник, блядь, как будто будем гулять в последний день планеты, все. После нас хоть поток. Шикует, якобы он будет свои деньги, нихуя ты не будешь свои, ты чужие будешь тратить. Не, не знаю, кто был огурцы в войне. Наигранный фальшивый смех, блядь, кошнотный. Ну что, братик, давай тогда. Все. А этот, значит, что, в пятницу, не дай бог, какого братика кому-нибудь. Выжимай, не перезвони, и скажи, возможно, тебя ждать. Хорошо. Я в обед приеду, Солёк, в обед приеду. Кто хочет вылавливать, попробуйте найти этого без зубового. Попросите у него автограф, как у суперзвезды. Только неизвестно, когда обед. В пятницу, в субботу. Хер выловишь эту крысу там. Вот, это в субботу. Так. В субботу вечером, блядь. До субботы еще планы могут измениться. И все, воскресенье у меня будет. Да, да, сейчас. А, вот. Я, я и всех. Увиду, ребят, ребят, увижу. Да, и Санек будет, бульбаш у меня. И Димка без зубика. Рабов себе нашел новых. Садик мой, со мной. Садик. Ага. А у меня тоже живет. Рекорд. Я слышал. А давай надо. Вон, ребята с работы приедут. Это нахуй не интересно, поэтому я мотаю, видите. Ну, а этих человек мне не нужны. По сути, мы все уже посмотрели, главное. Вон, Димка с Саньком с работы приехали. Большие друзья, как будто бы. Бомжику пьяным и вообще все равно, кто там приехал. Привет. Ага, и тебе привет. Сню, приучу. Что, братан, давай тогда до субботы. Нет, чертся. Люди, я думаю, что есть. Все у меня есть. Все у него есть. Вот эти лохи ему обеспечат все. Они на него работают. А он их кормит, блядь, роллтоном и всякой похлебкой. Там супы какие-то, да, вы говорили мне. Так что. Окончание стрима, точнее, вот этого видео я не видел. Что-то какая-то похлебка там. Сам мясо жрет, да, а им похлебку какие-то супы наваривает. Я же говорю, можно ставки принимать, как долго они у него там пробудут, эти два человека. Особенно тот белорус. Ну, этот-то понятно, это, видно, какой-то старый его любовник. Это, ладно. Тот, я думаю, вряд ли пробудет, потому что условия, скорее всего, в рабочем доме, если кто не в курсе. Вот у этого беззубого. Это те же условия, что в рабочем доме. Хотя рабочие дома разные бывают, но разница небольшая. Но разница в том, что там можно найти хороший дом какой-нибудь. И работать, не бухать. А у этого тоже не бухаешь. Ну, это мошенник откровенный. Ну, просто будут деньги падают ему на карту. Он вам много не даст в любом случае. Там, разве что сигареты купит и всякое такое. Что я думаю, сколько они пробудут, будем смотреть за этими. Хотя, я вряд ли буду, но говорите, сколько они могут пробыть. Можно будет ставки ставить, блядь. Да, я имею на речку. Да все есть у меня, все есть. Все есть у него, блядь. Он зажиточный миллионер. Да, пять долларов. Бомжик, все жалуются. Ну, это тоже хочет закончить разговор, но бомжик, видите, базарит и базарит. Базарит и базарит. Ну что, да? А я, в субботу, я поеду, там, подготовлю. Все, пока там, где-то, в сутки-двое пробудут, да, и я обратно. А я рыбу, понимаешь? В сутки-двое пробудет. Да, ваху. Да, всталки, блядь. Ну, что хочет, но. Сомневаюсь, конечно, что бомжик что-то поймает. Ну, хоть этот, развеется. На пользу ему пойдет. Дим, кстати, суп разогревайте. Суп, блядь. Сейчас, наверное, посмотрим, что за суп. Видите, это холодильник набитый, а там какой-то суп стоит. Ну, эти двое, видите, видно, что они ходят, как в чужом доме. А этот чувствует себя там хозяином. Да, про субботу не забудь, что поедешь как... Блин, на телефон закинь, ладно, сад. Сто рублей прямо сейчас закину. Да, закинь. Это же так много денег, сто рублей, бомжику. Смотри, не о банкротстве. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, пока. Делает бабки на нем и с таким видом тяжелым прямо. Ой, сейчас я тебе закину сто рублей удочку. Такие тяжелые услуги оказывает прямо. Непосильная ноша. Ну, добродел смешной, конечно. Я думаю, наши ребята, кто девчата и все остальные, кто наш с мозгами понимает, что это за человек. Ладно, вроде ролик получился культурный. Я особо не срывался. Думаю, ладно. До связи на стримах. Удачи всем адекватным. Всем нашим добра и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok